Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки. И сегодня мы посмотрим игру Teeny Room Stories Town Mystery. А? А, ну да. Типа, видимо, подключался Google Play. Да-да-да-да-да. Подключался Google Play. Отлично. Сезонный пропуск, кранее предложение. Давайте в настройки вначале зайдём. Поставим на Higt. Звук, я не знаю, на максимум. Язык на русском у нас стоит. Все замечательно, все играем. Не задерживаемся, так сказать, меню. Пролог. Вы частный детектив. Получив письмо от своего отца с просьбой срочно приехать, вы отправились в соседний город. Что у него могло случиться? Дорога в город оказалась перекрыта шлагбаумом. Нажмите на шлагбаум. Шлагбаума отпущен. Нужно найти пульт управления. Проведите влево, чтобы повернуть камеру. Ух ты, блин, клёво. Нажмите на дверь. Дверь закрыта навесным замком. Зря я сделал звук громким. Нужно чем-то его открыть. Ну, есть типа копьё какое-то или трубы, что это такое. Для смены локации нажмите на дверь или используйте иконку перемещения. Окей. Локации можно поворачивать. Для этого проведите пальцем по экрану влево и вправо. Да, я понял. Тут даже новые предметы появляются из себя, поворачивая. Тут щиток какой-то есть. Выглядит сломанным. Нужно сначала починить. Надо поменять один предохранитель. Так, выключи. Да, сломан предохранитель. Я понял. Нам нужно предохранитель найти. Давайте пороемся по ящикам. Инструменты. Туалетную бумагу взять нельзя, к сожалению. Так, а здесь что у нас есть? Пароль какой-то. Не работает. Нет питания. Пароль до входа в систему. Поменяй его сразу, как войдёшь. Ну окей, я понял примерно, как это работает, но... Питания нету. Давайте ещё посмотрю, что есть у нас в мусорном... Нет, мусорное ведро не могу обыскать, к сожалению. Но это пока не надо. Нам надо пока починить просто... Ну здесь ничего нету. Нам надо просто пока починить... Ну давайте ещё вот здесь вот изучим всё. Я знаю, я могу приблизить. Нет, к сожалению, приблизить я вот этот вот столик второй не могу. Только этот могу стол приблизить. Так. Ну вот так вот могу, в принципе, приблизить максимум. Но здесь ничего нету. То есть, просто кофемашина. Давайте мы с помощью инструментов починим сейчас всё. Офигеть. Перемотал изолентой и всё идеально, блин. Окей. Давайте мы теперь пароли используем. Так. Пароль 1, 2, 3, 4. Но нужно поменять цифры и будет немножко по-другому. Так. И какой же пароль будет в начале? 1 будет на третьем, 2 будет на первом. То есть, 2, затем 4, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. То есть, такой знакомый пароль где-то я уже видел. 2, 4, 1, 3. Замечательное. Управление. Подождите, я сначала почту почитаю. А, в почте ничего нету. Так, открываем шлагбаум. Путь свободен, пора отправляться к машине. Шлагбаум открыт, вернитесь к машине для завершения уровня. Окей. Где тут выход? Вот. Всё, поехали. Врум-врум, мазафака! Первое. Начало пути. Проезжая через город, вы не встретили ни одного человека. Город кажется пустым, как и дом, когда вас просят приехать. Окей. А, я в доме. Я только что приехал, не знаю, куда ехать дальше. Так, я возьму лестницу на всякий случай. Да, дверь закрыта. Нужен чёрный ключ. Чёрный. Угу. Давайте используем лестницу. Угу. Можно подняться. Чё у нас здесь? Ключик есть. Как раз-то, кстати, чёрный. Эта штука не работает. Окно не открывается. Ну, сейчас используем. Так, что здесь произошло? Сейчас заценим. Подожди. Книжка. Ничего интересного. О, можно покидать книжки. Мне кажется, их надо определённым образом как-то распределить. Но мы пока не знаем, как. А, вот, сверху видно. Хотя нет, так не получится, как сверху. Но здесь тоже надо будет по-определённому распределить книги. По какой-то закономерности. А здесь не хватает книг на двух полках. То есть нам потребуется взять с вами книги. Вот одну можно добавить сюда, как мы понимаем. Ещё нужны? Окей. Так, ну здесь больше нету. Видимо, придётся в других комнатах искать. Ой, ещё одну книгу нашёл. Давайте мы её вставим сюда куда-нибудь. Но это ещё не хватает книг. Нам нужно ещё книги искать. Под полом ничего нету. Под ковром, точнее. Заблокированные двери. А, ещё здесь мы можем найти книги, скорее всего. Давайте я чуть-чуть приближу. И здесь закрыто. Да что ж такое-то, а? Последовательность я не знаю, кстати. Надо искать подсказки. Красный ключ нужен. А вот здесь и подсказки, да? Да-да-да. Влево, вверх, вниз, вправо... Влево. Влево, вверх, вниз, влево. Отлично. Красный ключ есть. Можем открыть теперь эту комнату. Заходим. Так, бельишко. Во-первых, первая книга есть. Замечательно. Здесь ещё одна красная книга. Замечательно. Дальше. Дальше надо посмотреть, что здесь есть. Книга ещё одна найдена. Отлично. Здесь у нас... Блин, можно повернуть, пожалуйста? О, пульт есть. Берём пульт. Больше здесь ничего нету. За кроватью тоже, скорее всего, ничего. Хотя вот что-то есть. Какая-то метка. Указывающая на шкаф. Давайте ещё шкаф залутаем. Может быть, мы что-то тут упустили? Да нет, вроде бы. Ну ладно, я думаю, этого хватит. Давайте книги вернём на место. Да, блин. Вот так. Вот так. И здесь точно так же надо сделать, как я понимаю. Нет, нифига. Нужно какую-то закономерность найти в этом деле. Блин, там что-то было, кстати, за шкафом. А, это ручка двери, ясно. Так, дальше что у нас есть? Картина есть ещё. О, она шатается. Давайте её расшевелим. Не получается. Может, как-то не так надо её расшатывать? Не, она не двигается. Окей. Угу. И что мне делать? А, я ещё эти комоды не обыскал. Да-да-да, точно. Но в них ничего нету. А телевизор выключен. Но мы можем его включить. Пульт там. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сложно. Есть какая-то пометка на кровати. Видите? Там небольшая такая белая пометка. Но она, я не знаю, для чего нужна. Давайте выключим свет. Может, что-то изменится. Может, до что ретёк на ещё? Но я не могу. Ага. Вижу, вижу, вижу. Попробуем вести комбинацию по очереди. Не работает. Попробуем сверху вниз. Так, треугольник. Плюсик. Не работает. Интересно. Закрыть дверцы не могу. Головоломочка такая получается достаточно сложная. А вот здесь у нас на картине, кстати, чё изображено вообще? Темно, нифига не видно. Давайте лучше, не знаю, там. Можно выйти, кстати, и посмотреть, чё тут ещё есть у нас. Можно, кстати, повернуть эту антенну, но вроде ничего не меняется. Блин, надо свет включить. Где выключатель? А, вижу. В какой последовательности? А, я понял, кажется. Смотрите. Первый. Это первый. Потом последний. Потом четвёртый. Потом третий. Ага, я понял. Ящики открываются в определённой последовательности. Это значит, что эта последовательность нужна нам для... То есть, неважно, какой ящик я нажимаю, они открываются по очереди. То есть, теоретически мы можем сейчас сделать вот так вот и посмотреть, чё у нас за будет код. Так, во-первых, выключаем свет. И смотрим. Первый ящик у нас вот это. Дальше у нас идёт... Блин, не вижу. Кружок. Потом треугольник. Потом две палочки. Потом плюсик. И последний квадрат. Да, идеально. Какие-то картинки. Ага, во, вижу. 5, 3. 5, 3, 6. 5, 3, 6. Давайте вначале жёлтые книги поставим. Так, 5, 3, 6. Так, можно я свет включу? 5, 3, 6. И теперь посмотрим, чё у нас есть в... По другим книжкам. Так, заходим. И 4, 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. 4, 1, 7. Окей, понял. 4, 1... Не работает? Почему не работает? 5, 3, 6. Ну, вроде всё правильно, да? 5, 3, 6. А, сверху 6, я понял. Я там ошибся немножко, всё, идеально. А, дверь должна открыться. Да-да-да, так и есть. У нас здесь есть различные картины. Но одной не хватает. Вот она, кстати. А-а-а-а, ясно. Теперь нужно их выровнять. Изи. Так, эта дверь у нас закрыта. Да, как я понимаю. Так что заходим сюда. Твою мать. Окей, здесь потоп какой-то. Давайте мы локализуем утечку. Так, у нас это понятное дело. Какие-то коробки, стулья. Карта города может пригодиться. И сейф. Также у нас есть картина. 19, 0, 1, 85. Этого не хватает. Ящик с инструментами. 19, 0, 1, 85. О, изи. Я не знаю, как я это сделал сейчас. Я просто... Ну, ладно, ключ от банковской щеки. Окей. Это скилл. Ничего не знаю. Как ты вышел сюда, чувак? А, нам нужно валить отсюда. А что же в той... Получается... Угу. Глава 2. Окей. Заходим. Денежный след. Проехав по абсолютно пустому городу, вы прибыли к местному банку. Может, содержимое банковской ячейки прольет свет на происходящее событие? Так, есть газеты. Закрыто. Закрыто. Банк закрыт. Серьезно? Так, что это такое? Лестница сломана. Залазим на крышу. Раз, два, три. Какую-то часть устройства какую-то нашел. Еще одна часть устройства. Почему банк закрытый? И... Непонятно. Здесь тоже закрыто. Не могу открыть. Здесь вроде больше ничего не сделаешь. Надо вниз идти. А, возможно, стоит вот так вот покрутить. Ломик нашел. Замечательно. Можно этим ломом сейчас что-то отпереть. Я думаю, вот эту штуку можно. Да, изи. Так, вставляем, собственно, фрагменты. О, нет. Нет, вы че? Я не люблю такие головоломки. Головоломки. Угу. Изи. Так, далее. Что-то открылось. Скорее всего, дверь. Поэтому давайте заходим. Че это такое? Че-то темно везде. Так. Третий этаж. Заблокировано. В принципе, выглядит как открытая дверь. Не знаю, почему заблокировано. Я никуда не зайти не могу, кроме как на лестницу. Ну, окей. Кулер. Туалет есть, который тоже закрыт. Тайм из маны. Я могу, конечно, считерить и сделать вот таким образом. Супер честный способ прохождения головоломок, конечно. О, секундочку. Вот так вот, по-моему, было. Дверь какая-то открылась. Сюда, что ли? Да-да-да. Первый этаж. Ничего интересного. А, здесь указано было, кстати, что надо установить на часах. Вот, видите? Блин, за этими штуками никогда ничего нету. Вот эта комната у нас открылась. Так, смотрим, что здесь. Ключ какой-то есть. Три. И что это значит? Что может значить цифра три? Какой-то цветочек, различные финансовые документы. Кстати, ключ от... Изи. Что-то открылось. Угу, сейф. А какой код может быть? Три. Ну, тут какой-то пятизначный код. Это одна тройка мне не поможет, явно. Сложно. Погнали в тубзик сходим. Может быть, здесь что-то будет интересное? Нет воды, наверное, перекрыто. Блин, каждый раз, когда нажимаю либо на зеркало, либо на полотенце, либо на мусорную корзину, у меня не то, что хотелось бы врубается. О, вода. Включаем. О, секунду. О, горячая вода пошла. И запотело стекло. Так, 6... Нет, подожди, 7 часов и 50 минут. 59047 для денег. 59047. 59047. Так, 59047. 59047. Ой, 59047. Да почему 690? Я же нажимаю 5. А, она не работает. Вот, 5904. А, 59047. 0, 4, 7. Нужно на неправильные клавиши нажимать. То есть из-за того, что сломано, когда ты нажимаешь на одну клавишу, нажимается другая клавиша. И нужно, типа, узнать, какая клавиша какая. Ну, окей. На листке что-то написано, чтобы прочитать, нужна вторая часть. На, кстати, там написано просто картины, которые шатаются, ничего необычного. О, красиво. Есть желтый ключ. Скорее всего, от какой-то желтой двери. Желтая дверь не поддается. Тут ни одна дверь не поддается. Погнали на первый этаж. Здесь, по-моему, тоже дверь была. Да, вот желтая дверь. Как раз от нее у нас ключик. Опять головоломки какие-то. Так. Ну, скорее всего, знаете... О, кстати, да. А-а-а... И что это значит? Я не думаю, что это последовательность нажатий вот этих штук. У нас тут, кстати, были в одной комнате. Я помню, было сюда-сюда. Вот здесь вот были миньончики. Они разных цветов. Сначала голубой, желтый, фиолетовый, красный, зеленый. 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 Голубой, желтый, фиолетовый... Нет, так... Голубой, желтый, фиолетовый, красный, зеленый. Изи. Так, и что у нас здесь за… А, я, кажется, понял. 8, 5, 3, 9, 2, и 6. Да, блин, я что-то неправильно. Давайте попробуем еще раз. Так, первое, это 100%, а, это 0, это 0. Я, кажется, с первой просто протупил. Не 8, а 0. 0, и я забыл уже код, поэтому придется заново теперь все делать. 5, 3, 9, Да, что, я туплю 2. И последняя цифра. 6. Отлично. Я открыл банковское хранилище. Теперь надо ячейку свою найти. Да, а в руках сложно дотащить, да, знаешь, золотые слитки какие-то. Вот наша ячейка нужная нам. Итак, что у нас здесь есть? Церковь Рэдклифф, улица Эстон, 12, Питерстоун, 50 тысяч, УИ 0, 100, 50 тысяч долларов, а Филч и какие-то еще документы. 50 тысяч – это большая сумма. Что же он для них сделал? Нужно проверить эту церковь. Ну, все, типа, здесь мы разобрались. Можно уезжать, как я понимаю. Вот. Но на этом мы, наверное, будем пока с вами заканчивать. Так что огромное вам спасибо за просмотр. Возможно, мы пройдем, кстати, эту игрушку еще. Тут есть, кстати, несколько сезонов. Как я понимаю, только первый сезон. То есть их раз, два, три штуки. Три штуки сезонов и в каждом несколько глав. Сколько? Пока непонятно. Возможно, три. Возможно, больше. Пока что я вижу только три главы. Но, возможно, тут еще четвертая где-нибудь вот здесь вот в степи откроется или нет. Это мы узнаем уже, наверное, если будет следующая серия. Если вам интересно, пишите. Я сниму. В общем-то, на этом был с вами Ник. Большое спасибо за просмотр. Такая вот головоломка. Кстати, достаточно прикольная. Мне понравилось. Прямо все идеально так оформлено красиво. И реклама всплывает только между уровнями в основном. То есть она сама по себе не всплывает. И игра сама по себе очень неплохо играется. Другого способа донаты тут, по сути, нет. Единственное, можно только игру купить вот с помощью вот этой штуки. Да, как вы понимаете. Ну, на этом уже точно все. Большое спасибо за просмотр. Удачи, до скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok